В тихаря можно было влюбиться, да? Можно было там чуть-чуть даже романтик завести. Лежа, ты ушёл на такую женщину? Я не знаю, он верный муж. Ну, такие мягкие губы, я прям провалилась у них, да? Как она выглядит? Она? Да. Все, когда об этом говорят, почему-то думают, что я вообще была холостая. Анна Сергеевна, 9.00. Лучше быть честным даже вот при вашем интервью, нежели говорить, да что вы, я святая. Правда, украина в актрисе відчула себе лише два роки тому. До того, що 68-річна Світлана Світлична почувалася усіма покинутою і самотньою. Якусь миті про неї забули не лише аршесери, а й глядачі. Звісно, інколи по телевізору ще показували діаманту в руку. Минуло 40 років із часу виходу стрічки на екрани. І нікого вже не цікавило, куди поділися перша стриптизерка Радянського Союзу. Чи жива вона, здорова, чи має за що купити собі тип буханця хліба. Друга хвиля популярності накрила актрису раптово. Жовта преса на вперебі розповідала читачам про те, що старушенція Світлична з'їхала з глузду. Бо закрутила романи з молодшим на 30 років парубком. Я нашел телефон і позвонив. Просто позвонив, представився, хто я такой, що я стилист, я работаю з прическами, з макияжем. Я хочу, в общем-то, з вами зробити вам макияж, прическу, якщо ви хочете. Навіть у часи своїй шаленої слави вона не почувалася такою красуною. У це важко повірити, але колись у молоді руки ця черівна жінка вважала себе гідким каченням. Вперше, мені казалось, що ноги должны бути длинніє. Ще це мені казалось, що волоси должны бути пішніє. Я не знаю, ну то есть мне что-то, зубы должны бути, улыбка, як у Гагарина. Ну, у меня все время, единственное могу сказать, что у меня один очень, как бы, интеллигентный человек, вот, которому чуточку я был влюблен, мне сказали, какие у тебя красивые уши. И когда я посмотрела, думала, а действительно. И я с тех пор, когда еду в метро, люди же сидят и думала, ой, вот у этого красивые уши, да, а у этого ужас какой, да. То есть я стала обращать внимание на уши. Її юный Ромео був і перукарем, і візажистом, і модельєром. У неї колись уже була слава, тепер актриса на пенсії прагнула хоча б крихти уваги та грошей. А він молодий, але нікому не відомий, мряв, аби про нього нарешті дізналася вся гламурна Москва. Він власноруч пошив її кілька суконь, підібрав прикраси, робив зачиски та наймав фотографів. Саме він долучив світлично до таймниць краси. Тепер перед интервью чи фотосъемкою вона зовсім не їсть, не дозволяє собі випити навіть келиха вина. Її обов'язок бути вродливою. А вот о красоте сейчас могу сказать, потому что нужно стечення обстоятельств. Нужно попасть к такому человеку, который говорит, мне нужны ваши глаза, и он їх делает, да. Мне нужно, мне нужно ваше стать, мне нужен ваш голос, чтобы читать стихи, допустим, да, или там ещё что-то такое. И вот когда это всё совпадает, то тогда ты начинаешь верить, что ты особенная, что вот второй такой на сегодняшний день нет. Как я говорю, кошку, которую я подобрала, она была такая страшная, она такая красивая, и я ей сказала, мы с тобой вдвоём похорошели. У детинстві Светланка була скромною, незграбною, невпевненою у собі. Начну с комплексов. Я, мне кажется, всё время комплексовала до поступления в АВГИК, потому что я не верила. Мне казалось, что Орлова – да, Целиковская – да, а при чём здесь я? Хоча я звідусею чула лише комплименты. Она такая у нас умница, она, конечно, у нас будет артисткой, папа – комендант города, ой, какая у него дочь, какая, а мама какая, вы видели у мамы какие прически? Это дочь ей делает, понимаете? Вот это вот всё меня окружало, окружало, и, честно говоря, конечно, было лестно выслушивать эти все комплименты, но я сама не верила. Мне казалось, что вот Москва – это какой-то совершенно необитаемый остров, или какой-то совсем отдельная планета. И когда я всё же уже закончила, тогда была десятилетка, сейчас одиннадцатилетка, получила аттестат зрелости, она сказала, ну что, дочурка, давай, собирайся в Москву. Это была неиздействительная мечта ее матери – стать актрисой. Светланка шмиряла бути перукарем. Потом, как слухняна донька, поехала до Москвы и вступила до театрального с первого раза. Я увидела москвичек, они уже тогда пользовались макияжем, я была умытая, поэтому как бы производила впечатление, да ещё когда на первый тур я пришла, был проливной дождь, я пришла в платье, вся мокрая, у меня такой прически никогда не было тогда, да, я была пострижена под мальчика, волосы торчали. Я помню, как Михаил Ильич Ром сказал, смотрите, она похожа на воробья, вот, понимаете, и как бы я и не знала, хорошо это или плохо. Современные линии начинаются у горла и завершаются простыми складками в районе позвоночника. Рома до кино ей подхалищи в театральному. За нею упадал вызнанный классик радянского кино Марлен Хутиев. Він захватом говорив, очи світличної такі ж виразні, як у собаки. Режисер знімав світлично кіно, робив натяки, але вона убрала. Дура! Володимир вошел. Уже на другому курсі в діку студент зіграв Алешу Скворцова у фільмі «Балада про солдата» і прокинувся шалену популярним. Причому не лише в Радянському Союзі стрічку з захопленням прийняла як у Канах, так і в Гульбуді. Так у меня еще такая есть. Он учился на курс старше, но я как бы, ну, не обращала внимания на него, да? Вот, я знала, что он учился у Кузенцева, да? Вот, но я посмотрела в «Аладу о солдате». И вы знаете, когда я увидела этого Алешу Скворцова, и то, что вот, ну, не знаю, наше поколение таким и было, да? И что он эти дни потратил на то, чтобы приехать в эту деревню, где он жил, починить крышу дома маме. Крышу хотел починить. Алеша! Разбаладовавшись у солдата Володимира Вашова об'їздив у весь світ. За еще викладачи театрального заставили його на другий рік. Пізніше святлично зізнається, так доля підштовхувала їх одне до одного. И когда они с Жанной Прохоренко все же к нам пришли как второгодники, да, вот, я не поверила своим глазам и ушам, и как бы что-то ёкнуло. Конечно, в общем, что-то случилось, что-то произошло, но я опять же в силу того, что я никогда не верила в то, что я могу нравиться таким, как Ивашов, или таким, как, я не знаю, кто-то еще, вот, я решила, что куда-то мне. Конечно, Жанна Прохоренко, и, конечно, они будут мужем и женой. Великая любовная экрана не завжди перерастает у великое почуття в житте. Свою справжнень на все життя коханя Владимир Вашов знайшов під час репетиции, и молить выполнился 20. И там все и началось. Там все началось, потому что были отрывки, где там объяснялся в любви, где надо было обняться, где надо было прижаться. И самое потрясающее, что в казаках нужно было поцеловаться. И вот этот первый поцелуй, который я испытала на себе, а у Володи надо, как бы, кто помнит, ну, в молодости, да, губы всегда пышнее. И у нас, и у девчонок, и у пацанов, да, у меня такие мягкие губы, и я прям провалилась у них, да, и думаю, нет, это не пароли, так не может артист или будущее, неважно, целовать. И вот тогда мне показалось, что что-то, что-то, что-то случилось, вот. И я тоже ждалась, когда мне Володя, как бы, сказал, Светка, мне кажется, я люблю тебя. Вижу танки, четыре штуки, идут прямо на меня.